здравствуйте меня зовут светлана налетова я рада что вы заглянули на канал сад без секретов все чаще наши садоводы при уходе за растениями при выращивании растений отдают предпочтение биологическим препаратам или органическим удобрениям и понять нас садоводов можно мы не хотим употреблять в пищу так сказать химию мы хотим выращивать только натуральные овощи и фрукты но к сожалению зачастую садоводы не знают элементарных правил по которым нужно работать если вы используете биологические препараты а если вы не соблюдаете эти правила то вы и не получите тех результатов о которых вам рассказывать более опытные садоводы или производители препаратов сегодня садовод с огромным стажем светлана иосифовна мартынова расскажет вам по каким правилам необходимо использовать биологические препараты что необходимо учитывать если вы опрыскиваете или подкармливаете свои растения биопрепаратами и на какие результаты вы можете рассчитывать добрый день мы с вами поговорим сегодня об очень интересных вещах мы сегодня с вами поговорим о правилах которые необходимы при использовании любого биологического препарата любой фирмы российской иностранной абсолютно неважно все биологические препараты первое они все должны храниться при положительной температуре потому что вот в этих бутылках находятся живые бактерии которые просто-напросто при неправильном при очень жарком или очень холодном хранении могут уйти в одну или в другую сторону здесь комплекс разных живых бактерий и эти комплексы еще раз повторяют неправильного хранения могут пойти либо направо либо налево чего-то станет больше чего-то меньше вот давайте начнем с препарата и комик написано комик биологический конструктор да действительно это конструктор потому что внутри у него три флакона вот они у меня к сожалению уже пустые потому что я израсходовала но здесь написано в какой последовательности какой флакон использовать то есть вы смешиваете в пяти литрах фильтрованной я покупаю в магазине обыкновенную воду и вот в этих пяти литрах я последовательно выливаю и размешиваю каждый флакон поэтому он называется конструктор я хочу сказать при покупке на что вы должны обратить внимание первое любой препарат хоть этой комик хоть это сияние хоть это байкал хоть это востоком 1 первое на что вы обращаете внимание это срок годности дата выпуска вот смотрите здесь написано январь двадцатого года почему вы должны обращать внимание именно на дату выпуска потому что вот этот препарат вот в таком виде в этой коробке хранится один год и если вам сейчас предложат препарат разлитый в январе этого года то вы должны будете его растворить через год то есть это будет январь две тысячи двадцать первого года а в растворенном виде он действует стопроцентно только полгода поэтому вы должны покупать если вы хотите заниматься байкалом и комиком востоком 1 вы в концентрате вы должны обязательно это учитывать концентрат хранится год с момента разведения срок хранения ровно 6 месяцев а мы с вами можем этим препаратом почистить свою почву то есть мы с вами приготовили почву принесли ее домой оттаяли и мы можем по инструкции использовать это развести препарат и методом послойного опрыскивания и тщательного перемешивания за две недели до высадки ваших семян до посева семян вы можете обработав почву и комиком байкалом сиянием или востоком вы можете ее избавить от патогенной флоры и улучшить ее структурное состояние поэтому вы должны вы должны а так рассчитать покупку препарата не слушать никакие на не на какие скидки ни на что не подаваться чтобы вы в начале марта его развели а он ферментируется неделю при комнатной температуре после этого вы должны будете обработать почву еще плюс две недели и вот это будет момент вашего посева в противном случае толку от этого препарата не будет мы этот препарат используем очень широко вот у вас теплица здесь очень хорошо работают вот эти вот биопрепараты еще раз повторюсь востоком один сияние байкал и комик то есть что вам нужно весной пораньше где-то в марте месяца пришли в теплицу и накрыли свои грядки в теплице черным укровенным материалом лучше пленкой под пленкой под черной снег тает гораздо быстрее чем под укровным материалом значит у вас это почва начинает прогреваться вы померили почву для этого достаточно взять обычный градусник которым мы меряем воду когда купаем детей я пользуюсь таким градусником вот на глубине 12-15 сантиметров у вас почва должна быть положительная температура не менее плюс 3 у вас уже получился рабочий раствор и комика байкала или что-то другого и вот этот рабочий раствор вы разводите еще обязательно по схеме обязательно вот как здесь написано сколько на ведро ведра берете пластиковые мерка должна быть обязательно мерка не просто на глазок разводите тщательно вода должна быть при температуре 20 22 градуса и поливаете 10 литров на полтора квадратных метра полили снова пленкой накрыли черный и ваши вот эти бактерии которые вы внесли они до самой высадки ваши рассады будут работать и к моменту посадки в грунт ваших растений у вас уже все будет готово теперь поговорим о препаратах которые только чистят но за счет того что они являются еще фов такими вот фунгицидами я бы сказала природными здоровые растения растут гораздо лучше и вы видите это но вот здесь нарисованы огурцы помидоры я не сторонник я думаю что это больше реклама что эти надо обрабатывать этим эти это этим мы с вами не знаем какая патогенная флора на каких ботинках на к с какими горшками пришла в нашу теплицу поэтому я всегда рекомендую использовать эти два препарата вместе потому что мы не можем высеять флору которая у нас находится значит чтобы почистить почву перед высадкой в грунт перед высадкой в грунт мы берем две таблетки одного препарата и две таблетки другого препарата в теплой воде при температуре почвы не менее плюс 8 почва должна быть плюс 8 мерить нужно не на поверхности а мы с вами должны ее увлажнить поэтому не менее 10 сантиметров вот вы проверяете прокапываете ручкой там совочком и кладете туда ваш градусник втыкаете значит две таблетки аллерийна 2 гомаира растворяете при комнатной температуре 21 23 градуса вот такая должна быть водичка растворяете в десяти литров тщательно разводите как блины вначале в маленьком количестве потом развали разливаете уже в 10 литров и точно также на один квадратный метр 10 литров вы выливаете выливаете тщательно аккуратно вначале вдоль потом поперек из лечки и накрылись это делается за 7-10 дней до высадки вашей рассады в пруд если вы не успели не успели это сделать ничего страшного при посадке вы можете этим же самым раствором в этой же концентрации полить ваше растение но не более полулитра на одну лунку это тоже будет работа эти два препарата работают замечательно но у них есть еще брат глиоклодин так вот глиоклодином вместе с этими препаратами пользоваться нельзя они антагонисты поэтому гли либо вы за 7-10 дней в каждую лунку кладете глиоклодин но тогда не пользуетесь этим препаратом либо вы пользуетесь этими препаратами а про глиоклодин забывайте здесь что-то одно масло масляное быть не может значит следующий препарат все любят все знают все помнят но есть нюансы это фитоспорин фитоспорин м у меня он вот здесь вот такой чудесный я покупаю такой фитоспорин потому что он не помогает при дом дома при выращивании рассады вот фитоспорин фитоспорин используется тоже в теплой воде обязательно при прогретой почве а иначе вы нальете его и он не будет работать до того момента пока почва не прогреется до нужного до нужной температуры вы полили семь дней там или десять отсчитали да и высаживаете рассаду а он у вас только позавчера начал действовать потому что температура у него появилась та которая ему необходима поэтому с этим нужно быть осторожным а значит этот препарат осадочный и вот так вот этого мало то есть если вы его растворили из пластины или у вас вот в таких флаконах то нужно серьезно я открываю беру вязальную спицу размешиваю и только потом начинаю вот так разбалтывать вот это будет правильно а иначе вы можете просто закрашенную водичку налить и тоже думать что вы все сделали а на самом деле получается что нет я буду очень рада если то что я вам рассказала вам поможет выращивание на следующий год чудесных больших урожаев если вам понравились эти рекомендации ставьте лайки подписывайтесь на канал сад без секретов нажимайте на колокольчик чтобы получать оповещение о выходе новых видео на нашем канале а в комментариях назовите пожалуйста те препараты которые вы используете на своем участке в основном это биологические или химические средства защиты растений средства подкормок и удобрения удачи